Калясина, который затоплен. Еще раз повторю, скорее всего, вынимали и иконы, из-за этого вынимали и выдавали в музей клееведческий, и потом они приходили к нам. Дело в том, что этот образ очень напоминает письмо Дионисия начала 16 века, связанное с Сиропотовым монастырем. И поскольку эти земли между собой очень близки, это север Руси, то, скорее всего, какие-то внутренние связи здесь были. Это особенный взгляд, такие крупные глаза, заниженные нижние веки, которые дают особую выразительность образа, и она очень сильно отличается от того, что мы видим до этого. Такая грусть и переживание. Звезды, вы знаете, означают особое состояние Могородицы, что она в Рождестве тоже была без каких-то изъятов, что у нее болезненное Рождество, как бы свет естественное, знаки чистоты, так называемые, должничество в Рождестве и в Рождестве Дева. Мы знаем, что благодаря этому она превыше англитского мира, честнейшая и в первую риму славнейшая страны Митерапии. Младенец Христос изображается обычно в трехлетнем возрасте, и как младенец он не может проповедовать, поэтому у него не раскрытая книга, а свиток, тем более, что там нет еще учения, там только его события Рождества, как бы зафиксированы, можно так сказать. Но он, Рождество, не имеет возраст, поэтому он будет все-таки благословить, что это благословить Митерапии. В этой куле тоже самое, даже еще больше, я уже извиняюсь, заставляю вам останется. Просто здесь иногда бывает такое притушенное золото, а бывает, бывает очень, вот отсюда бьет лампу, но вот отсюда, поэтому если вот как-то точку надо найти, где это все загорается, то все это, ну, прямо в смысле, нет. Да-да-да. Просто сияется, как сурок. То есть это полутемный храм, мы входим и сразу обращаем внимание, что горит огнем, какая икона. И сразу, конечно, горит огнем. Вот.